Телекомпания «Маяк» организовала правила, а на днях завершила конкурс «Лес Чудес», который проходил по трем номинациям. Креативная елка, елочное украшение и новогодняя поделка. В конкурсе участвовали более 60 зверевчан, как детей, так и взрослых. Всего было представлено около 100 работ. Лучших определили народным голосованием. И вот долгожданный момент награждения победителей. Вы знаете, вы нам задали очень сложную задачу. То, что вы сотворили, это поистине настоящее чудо. Я восхищаюсь вами, дорогие дети, родители, воспитатели, достойные воспитатели нашего города. Я хочу выразить вам большую благодарность. И сегодня вас всех наградите, самых лучших. Ну и будем надеяться, что это не последняя наша встреча с вами. Мы будем с вами сотрудничать. Спасибо вам большое, родители, и вам, дорогие родители, и вам, детки. И всех вас с Новым годом. Говорят, под Новый год случаются чудеса. Не обошлись и мы без волшебства. Среди призовых мест были только первые. И много подарков. Поющие и говорящие игрушки, музыкальные инструменты, предметы из иранского стекла и многое другое. Всего этого были удостоены Дима Якунин, Максим Попов, Кира Болсон, коллектив подготовительной группы детского сада «Аленушка», Елизавета Горкуша, Алина Горбачева, Лиза Романова, Артем Паталай, Игорь Фирсов и Людмила Семеновна Маклакова. Кроме победителей, телекомпания «Маяк» отметила активистов – Ольгу Васильевну Возную, Никиту Лященко, Любовь Валентиновну Новикову, а также детские сады – Белочка, Алмаз, Аленушка и Звездочка. Но никакие подарки не могут сравниться с восхищением тех, кто посмотрел эту выставку творческих работ. За несколько дней тысячи зверевчан побывали в фойе или компании «Маяк», где была представлена вся эта красота. И теперь положительная энергетика вместе с экспонатами возвращается к тем, кто подарил им жизнь своим владельцам. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok